Перевод выполнен при поддержке переводческой компании Аватера. Большое спасибо. На здоровье, приходите еще. Ой, часть просыпалась. Вот так, да начнется игра. Все под контролем, я точно могу съесть больше фруктов, чем эти двое. День испытания рамбутаном. Я съем столько рамбутана, что все обалдеют. Может сто штук, может тысячу, понятия не имею. Ребята, у вас нет шансов. Победа за мной. Сегодня мой день, я буду чемпионом по рамбутану. Ох, кажется я уже готов. Друзья, мы создали телеграм-канал. Здесь вы сможете узнать еще больше информации о животных и койоте Питерсоне в частности. Переходите по ссылочке в описании и развивайтесь вместе с нами. Ты достал деньги? Нет, ни одного Денера. Надо встать в очередь на парковку. Ничего себе. Здесь безобразно длинная очередь. Кто бы мог подумать, что снять деньги в банкомате будет так сложно. Только глянь на этот хвост. О, черт, это очередь за деньгами? Сегодня же суббота. Ух, все пытаются снять наличные. Такс, мы будем проезжать? Да. Может нам заехать на бордюр, как этот парень? Да. Давай, Марк, здесь есть бордюр. Так, вот и очередь к банкомату, где мы сможем снять деньги для покупки рамбутана. Никогда бы не подумал, что нам придется так попотеть ради довольно дешевого и самого обычного фруктура. Кстати, Марк стал его фанатом. Просто к вашему сведению. Думаю, у меня хорошие шансы по части его поедания. Я наверняка съем штук 20. 20? Да. Принимаю твою ставку и повышаю на 5. Итого 25. Понятно. Марио, как ты считаешь, сколько ты бы мог съесть? Марио? Может 10. 10? Да. Ну не знаю, ребята. Итого получается 25, 20 и 10. Давайте посмотрим, кто станет победителем в нашем чемпионате по рамбутану. И вот опять прилавок с рамбутаном. Отлично. Нам нужно много фруктов. Вот, Марио, ты снимаешь на GoPro. Я буду снимать на эту камеру. Ладно, ребята, идем покупать фруктов на 20 долларов. Продолжение следует... Вот и он, рамбутан собственной персоной. Спелый. Мучас грасиас. На здоровье. Приходите еще. Грасиас. Астаманьяна. Марио, ты готов? Я готов. Ты сказал, что съешь только 10. Даже не знаю. Я постараюсь съесть как можно больше. Хотя, может, и 10. Ладно. Поехали. Три стакана, три пакета. Рамбутан. Кто из нас съест больше? Я не знаю, как их собирают в такую идеальную горку. Похоже, они сцепляются вместе. О, разбегаются. Так, первая горка готова. Она всегда одна. Я не знаю, кому в первый раз пришел в голову съесть такую штуковину. Я бы наверняка посмотрел и сказал, не, это плохая идея. Они похожи на какие-то инопланетные яйца. Ладно. Кладу последний. Вот так. Да начнется игра. Это я. Это режиссер Марка. Это наш биолог, натуралист и оператор Марио Альдекоа. Итак, ребята, настал момент истины. Все под контролем. Я точно могу съесть больше фруктов, чем эти двое. Рамбутана. День испытания рамбутаном. Я съем столько рамбутана, что вы обалдеете. Может сто штук, может тысячу, понятия не имею. Ребята, у вас нету шансов. Победа за мной. Сегодня мой день, я буду чемпионом по рамбутану. Кажется, я уже готов. Я начну по-скромному. Все под контролем. Давай, койот, ты справишься. Стоя койотов, где вы? Здесь. Болеем за тебя. Вперед, одолеем этот рамбутан. Я вижу, как эти себя накручивают. И позвольте мне кое-что сказать. Это моя игра. Игра, где я побеждаю. Так, делаю грозное лицо. Все. Я готов. Ладно, ребята, все шло к этому моменту. Для начала не надо так на меня смотреть и не тычь в меня своей камеры. Это день игры. У нас тут серьезное соревнование. Здесь на столе 10 килограмм рамбутана. И в конце этого испытания кто-то из нас уйдет домой победителем. Теперь о правилах. Мы начнем есть рамбутан, и первый выбывший, по сути, возьмет на себя роль оператора. Например, ты проиграл. Затем двое оставшихся будут продолжать сражение до тех пор, пока не набьют животы рамбутаном под самое горло. Теперь как мы определим победителя? Видите три пластиковых стаканчика? Они для косточек. В конце игры мы их пересчитаем, и тот, у кого останется больше всего, будет признан чемпионом парабутану. И это буду я. Постой. Во-первых, это вряд ли. Во-вторых, что поучит победитель? Мне нужен стимул. Речь идет о гордости, гордости блогера ютуба. Эй, отодвинь чуток камеру, ладно? Стукнули с перчатками, парни. Не хочу я стукаться перчатками. Да ладно тебе. Дело-то серьезное. Все серьезно, парни. Эй, пирамиду пока не трогай. Без команды не стрелять. За это могут дисквалифицировать. Фальшстарт. Так, едоки, занимаем места. И да начнется битва. Вы готовы? Понеслась. День рамбутана, детка. Камеры работают? Работают. Съемка идет. Марио, ты готов? Готов. Хорошо. Снимаем. Поехали. Так, ребята, взбодримся и сдвинем кулаки. Главное, это веселье и воля к победе. И пусть победит величайший едок робутана. Раз, два, три. Ешь. Итак, первый. Вы в курсе, что это соревнование не на скорость, а на количество? Точно, спешить некуда. Это не марафон. У меня другая техника. Снимаю кожуру руками, а затем... Выдавливаю в рот. Мне нравится. Марк, а ты каким способом чистишь? Сейчас покажу. Это очки Кейси Найтстад? Нет, брат. Это версия Диабола. Берем рамбутан. Срываем верхушку, как чеку от гранаты. Выплевываем. Выжимаем. Ложись. Делаем гранату и съедаем. Также хорошая тактика. У каждого своя. Лично я... Предпочитаю схватить робутан. Поцеловать на удачу. Разорвать и разгрызть. Как тиранозавр. Ммм, хороший робутан попался. Ммм, эти фрукты такие сочные. А солнце так сильно печет, что у меня пот течет по лицу. Марио. Он пытается выполнить трюковой удар, но безуспешно. Ничего не выйдет. С такими выкрутасами ему не победить. За показуху очки не начисляют. Все дело в стиле, брат. Этот парень любит жонглировать фруктами, но поверьте, он не так уж хорош. Первые несколько штук покажутся вкусными. Чувствую, настоящие сложности начнутся после первой десятки. Как ты думаешь, сколько ты уже съел? Четвертый жую. Номер 4. Марио, ты сколько? Это четвертый. Номер 5. Не дрожать. Ох, не знаю, ребята. Что с нашим Марио? Чувак, ты же знаешь, я очень плотно пообедал. Что за оправдание? Не прибедняйся. Я съел столько же. Хотя нет, ты и правда съел больше. А я тебе говорил, это ошибка с учетом предстоящего. Не знаю, Марк. По-моему, он сдувается. Я вижу его взгляд сквозь очки. А вот я даже близко не ослабел. Ты только что плюнул мне на руку. Аккуратней, чувак. Ого, на руку попало. Так вытри. Ладно, парни. Ты выходишь? Выхожу. Не могу больше. Марио официально признал поражение. Ладно, ты становишься бессменным режиссером. Возьми вон ту камеру. Кстати, некоторые рамбутаны явно лучше других. Время от времени попадаются со странным привкусом теплого, вонючего носка. Такие трудно проглотить. Эта жара начинает меня добивать, ребята. Кажется, Марк дрогнул. Я вижу, как он там потеет из-за рамбутана. По-моему, это 13-й. Счастливый номер 13. Вообще, становится очень трудно прокусывать кожуру. Мои зубы уже устали рвать их на части. Боевой настрой явно гаснет. А желудок полон. Но я не остановлюсь. Вот так. О боже. Ну и жара. Здесь такая жарища. Я не знаю, как люди вообще побеждают в конкурсах по поеданию пищи. Такое чувство, что мы даже не начинали. О-оу. Это очень плохой знак. Знакомые звуки. Марио. Хранитель правил. Если тебя стошнит. Тем, что ты съел. Значит. Значит, я должен выбросить его косточки, а он начинает все заново. Верно. Ладно, Кайот, забери свой стакан, если только не собираешься есть по новой. Все прошло по моему плану. Я знал, что у меня не получится. Старался держаться уверенно, но... Ты выбываешь, бро? Пожалуй. Признаю поражение, парни. Вот и все. Да. Весь мой раббутан вернулся обратно. Отлично. Режиссер Марк, официальный чемпион по поеданию раббутана. И знаете что? Вообще, эти очки классно сочетаются с рамбутаном. Итак, что я выиграл? Ну, для начала твой желудок не вывернуло на пляжный песок. И, ого, похоже, ты и так бы меня победил. Давай для полноты картины посчитаем косточки. Да, как в старые времена. Начнем со стакана Марио. Ты будешь считать их по одной или высыпешь? Я их высыплю и пересчитаю. Готовы? Ты в курсе, что они были во рту у Марио? Да, могу быть и хуже. Ладно, Марио съел. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук. Окей. Зачет. Койот. Вытошнил все, что успел проглотить. Хотя давайте посмотрим, сколько я все-таки съел. Боже, у меня голова кружится. Ты был ближе, чем я думал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать рамбутанов. Почти догнал. Итак, высыпаю. Ого, сколько их. Так, пригорошню набрали. Там еще осталось. Это не все? Отлично. Вот, я тоже посчитаю. Ничего себе. У меня целая горсть. Одна, две, три, пять, шесть, семь, восемь. Так, Марио, обогнали. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. Мне продолжать? Продолжайте. Продолжайте, продолжайте. На чем я остановился? На двадцати трех. Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь. Ого. Впечатляет. Позвольте пожать вам руку, сэр. Посостязались на славу. Честно говоря, даже близко не подошел к победе. Ты практически удвоил мой результат. Тем более, что мой желудок вывернуло на песок. Хотя я и не спешил. Итак, приветствую Марка как нового чемпиона по рамбутану. Дай пять, приятель. Что-то мне нехорошо. Может кончится тем, что тебя тоже вырвет на пляже. Но ты постарайся сдержаться пару минут. Ребята, я надеюсь, вам понравился наш челлендж по поеданию рамбутана. Я Койот Питерсон. Это режиссер Марк. Это биолог, натуралист и оператор Марио. Будьте смелыми. Оставайтесь дикими. Увидимся в следующем приключении. Ладно, ребята, пора заняться снорклингом. Друзья, спасибо большое за просмотр. Не забудьте поставить лайк этому видео. А также подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Чтобы не пропускать новых приключений с Койотом Питерсоном.